Итак, друзья, сейчас мы подходим с вами к нашему ключевому вопросу польза от поста. Я, знаете, друзья, уверю, что многие из вас, большинство, хотя бы один раз в жизни своей имели пост. И большинство людей, мы понимаем, что такое пост. И, скорее всего, для нас пост – это значит у Бога что-то попросить, у Бога что-то выпросить. Вот это для нас пост. У Бога что-то даже, я бы сказал, наверное, иногда даже требовать. Мы даже на такое переходим. И вот я сегодня хотел бы посмотреть на пользу от поста совершенно немножко с другой стороны. Не с такой классической, как мы привыкли. Если есть проблемы, будем голодать, поститься. У нас, в принципе, и выхода нет. Но давайте посмотрим на пост немножко глубже. Итак, первая польза от поста. Пост помогает нам принять волю Божью. Или по-другому скажу, что пост – это когда, если человек в правильном состоянии входит в пост, то вот там и идет пересечение двух воль. Воля человеческая и воля Божья. Когда человек обычно входит в пост со своей проблемой, то там, в принципе, всегда очень мощная человеческая воля. Господь я хочу, Господь мне надо, Господь это срочно, и Господь по-другому нельзя. Ну, вы сами можете проанализировать, когда и как у вас проходил ваш пост. Но я вижу на основании Писания, что когда мы идем в это состояние глубже и правильно, то тогда мы немножко вот там открываем другую волю, понимаем духовную жизнь немножко по-другому. И вот здесь вот, друзья, понятно, что мы имеем право у Бога что-то просить. Об этом в Писании сказано очень ясно. И мы также видим, что много примеров Библии, Старый и Новый Завет, когда люди имели пост и имели нужду, Бог им на это отвечал. То есть это хороший метод обращаться к Богу. Но давайте теперь посмотрим на пост с другой стороны. Из Фир 4 глава 16 стих написано, Собери всех иудеев и поститесь, и не ешьте, и не пейте три дня. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Знакомая история израильского народа, когда должны были всех истребить. И вот израильский народ во главе вот этой одной молодой девушки, она действует, призывая всю нацию, весь народ израильский, к посту и молитве. Первое, хочу обратить внимание, друзья, на силу единства. Вот почему нам важно, чтобы мы, церковь, живой поток, я подчеркиваю, мы, церковь, чтобы мы все имели согласие, и чтобы в течение этого месяца вы нашли себе день, или два дня, или один раз в неделю, или три дня подряд, как вам удобно, выходной день, понедельник, чтобы вы, мы поучаствовали в посте и молитве. И, друзья, две главные цели, которые я предлагаю, это, конечно же, наше личное состояние духовное. Это первая наша цель. Вторая – это за церковь живой поток, потому что от этого зависит, какое и нам от этого будет хорошо, и тем, которые вокруг нас. Дальше, друзья, я хочу продолжить эту мысль, возвращаясь к истории Есфири. Видим сразу Божью реакцию на пост. Из истории мы знаем, что после этого трехдневного поста израильский народ весь был спасен. Это уже Божья реакция на пост. Но дальше смотрите на состояние Есфири. Она идет и призывает всех к посту и молитве, и она говорит очень такую маленькую, но глубокую фразу. Она говорит, если погибнуть, погибну. Стоп. Значит, у нее цель – спасти народ. Просьба, Господи, помилуй. И дальше правильная позиция. Но если между сроком «Боже, Твоя воля есть другая», я со своей стороны сделаю все, что от меня требуется. И если есть воля другая, и если мне надо погибнуть, я готова. Мы всегда видим эту историю Есфири. Есфири, они постились, они молились, и победа, все спаслись. Да, это правда, это факты. Но вот видите, здесь, если копнуть поглубже, есть и другая сторона поста. Когда человек входит в это состояние правильно, то он там разбирается со своей волей и божественной волей. Это очень трудная война, друзья. Это очень тяжело. На самом деле говорить об этом легко и соглашаться вроде бы. Но когда у нас есть проблемы, вот божественная воля и наша воля, но для христиан, для зрелых христиан это настолько важно, настолько важно всегда пропускать все через фильтр Божьей воли. Если мы не готовы, если мы не согласны, если мы не хотим даже в ту сторону думать, мы еще многое в жизни христианской не поняли. Насколько для нас, верующих, важно принимать, уступать нашу волю и давать место воле Божьей. Готовность погибнуть. Этим самым она заявляет, что она готова отвергнуть себя. Если надо, я готова погибнуть. Хотя смотрите, в этой истории ее это мало касается. Есфир, она вообще, ну, принцесса, она царица, она во дворце, она у президента, first lady. Если даже всех истребят, то ее не тронут. Вы же понимаете, да? Ей, в принципе, можно было бы, ну, ей нормально там. Но вот смотрите, снова, правильное состояние человеческого духа, когда она уже фокус не на себе, а фокус на других. Фокус не на себе, не на своих проблемах. Вот это, друзья, тоже нам показывает наше состояние, когда часто мы приходим к Богу, опять же, пришли, потому что прижало. Не потому, что мы Бога так сильно любим, так сильно хотим как-то осветиться, смириться, давайте, думаем, попастимся. Нет, обычно, когда просто жизнь зажала, тогда мы готовы и голодать, и на все готовы. Но это совершенно другие цели или состояния. И вот здесь вот она отвергает себя и идет вот именно не с эгоистичным подходом к Богу в посте. Переживали ли мы такой подобный пост в нашей опытной христианской жизни? И дальше, после поста, вы видите, сразу проблемы не решились. Пост трех дня, а потом она переодевается, идет к царю. Вы помните все вот эти встречи деловые, помните все эти пиры. Все же это подготовки, работа, какие-то мысли. Это все еще было тяжело, рискованно, жизнью рискует. И потом этот весь процесс, мы знаем, как хорошо закончилось. Хочу вам привести еще один пример, когда пост пересекается с волей нашей и волей Божьей. Считаем с вами 2 книга Царств, 12 глава, с 16 стиха. «И молился Давид Богу о младенце, о своем сыне, и постился Давид, и уединившись провел ночь, лежа на земле». У вас было такое состояние поста? Целую ночь, лежа на земле. Чтобы вы поняли состояние. «На седьмой день», то есть 7 дней постился, написано, ничего не ел, умерло дитё. Тогда Давид встал с земли и пошел в дом Господен и молился. Очень интересная реакция Давида на смерть сына. Контекст этой истории – это то, что Давид просил, молился о том, чтобы Бог помиловал его сына, чтобы ребенок не умер. Это было после того, когда Давид согрешил. И дальше Давид умоляет Бога не просто молиться, он берет пост. Это уже другой уровень как бы просьбы к Богу. Мы как бы пытаемся вымолить у Бога. И здесь Давид, после того, когда сын умер, после такой ужасной новости очень как бы странно реагирует. Встал, написано там, умылся, оделся и пошел в церковь. В русском переводе написано молился, а в английской Библии написано начал славить Бога. He started worshiping God. Вау, Давид, ну ты странный. Так зачем же ты постился, Давид? Лежа на полу. 7 дней. Тут день голодным и как тяжело. 7 дней. И потом ты получил ответ на свою нужду и пошел Бога славить. Сказал спасибо. За что? Очень интересная реакция. Но если посмотреть вглубь, снова та же мысль, друзья. Пост пересекается две воли. Воля человеческая и воля Божья. Очень тонкие мысли. Очень глубокие. Я до этого, друзья, кажется, постился не раз, но я как-то не думал вот с этой стороны. Как-то больше входил в пост. Моя воля, мои нужды, мой список. Господи, давай. А здесь как-то можно идти глубже. И Давид, благодаря посту, вот влияние, действие, польза от поста принимает волю Божью, что неестественно для человека согласиться с смертью близкого. Но вот влияние поста и молитвы, когда человек понимает, что мне надо это пройти, я должен это пройти, это реакция Давида на смерть своего сына. Поэтому, друзья, мы имеем право у Бога просить, но как хочется, чтобы мы были осторожны и не перешло это в требования, когда мы как будто бы Бог нам должен. Но я думаю, что если Он Бог, а мы еще не Боги, то в принципе Он нам ничего не должен. Слава Богу за Его милость, за то, что Он любящий, и мы можем к Нему обращаться с нашими нуждами. Слава Богу за Его милость,